Здравствуйте, уважаемые читатели! 19 августа мы отмечаем семейный день фотографий. Сегодня вы услышите отрывки из рассказа Виктора Петровича Астафьева «Фотография, на которой меня нет» из сборника «Конь с розовой гривой». Глухой зимою, во времена тихие, сонные, в нашу школу, помещавшуюся в бывшем кулацком доме, взбудоражило важное событие. Из города на подводе приехал фотограф. И не просто так приехал, а по делу фотографировать. И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люк, а учащий быть увековеченным, а нас, частикся школы. Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были призваны. Учитель и учительница, муж с женою, стали думать, где поместить фотографа на ночу. Тетка Абдотья пристроила фотографа у десятника справконтроль. Весь длинный зимний вечер школьники кружом ходили по селу. Гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса на стоятках оказалось не мою пользу. Прилежные ученики сядут впереди, в средней середине, а плохие назад. Так порешили ребята. Не в ту зиму, не во все последующие, я не удивлял мир вылежанием и поведением. Не даже на середину рассчитывать было того. Нам с Санькой быть сзади. Мы полезли в драку, чтобы бором доказать. Все равно люди мы пропащие. Но ребята не стали с нами драться, а прогнали нас из своей компании. Тогда пошли мы с Санькой на убал и начали кататься. С такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Мы уховски гикали с Санькой, разбили окаменье головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снега. Бабушка моя уж затем насыскала нас с Санькой на уваре и наподдавала обоим. Ночью наступила расплата за мой отчаянный разбор. У меня заболели ноги. Они всегда ныли от рематизни. Так называла бабушка болеть, якобы доставшую из семьи по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начепать в катанке снегу, тотчас жемнуть в ногах переходила в невыносимую боль. В эту ночь я долго терпел, чтобы не забыть. Очень долго. Я раскидал одежонку и прижимал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, горячим кирпичам русской печи. Я растирал ладонями сухо, как лучи на хрустящие ноги. Засовывал их в теплые рука в полушубка. Ничего не помогало. И я забыл. Сначала тихоненько, пощенячьи, а потом уже и полный голос. Так я и знала, так я и знала, проснулась и заворчала бабушка. Я ли тебе и язвила бы тебя в души в печенке не говорила? Не студись, не студись. Повысила она голос. Так он ведь, он бабушку послушает? Он бабушкиным словам возьмет? Загибать тебе, загибать, худо-немочь. Молчи лучше, молчи. Бабушка поднимается, приседает, схватившись за поясницу. И, собственно, ее боль действует на нее смиряюще. И меня загибать. Она зажигает лампу, уносит ее с собой в кутье, и там звенит посудой и флакончиками в настенном шкафу. Она ищет подходящего каплика. И я, припугнутая ее голосами, отвлеченной ожиданием, разом впадаю в усталую тюрьму. Где ты? Тут-то как? Здесь-то. По возможности жалобно отвлекаюсь, и я перестаю шевелиться. Здесь-то. Передразнивает бабушка. Она нашаривает меня в темноте и перво-наперво дает затрещину. Потом она долго натирает мои ноги нашатырным спиртом. Бабушка втирает спирт основательно, досуха, и все шумит. Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? И одной рукой натирает, а другой поддает мне, да поддает. Я уж не гугу, не огрызаюсь, не перечу бабушке. Лечит она меня. Бабушка выдохла, все мокла, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги, бряхла пуховой шалью, накроила полушубком, вытела слезы с моего лица, шипучая от спирта ладонь. Христос с собой, Господь с тобой, спи, батюшка. Словомотала она и спустилась приступ. Теперь бабушка заодно и свою поясницу, и свои руки ноги натрет вонючим спиртом, опустится на скипучую деревянную кровать, забомочит молитву при Святой Богородице, якобы охраняющий сон, покой и благоденствие в доме. И чего она к ребенку привязалась? Обутки у него починены, догляд людской. Вон, приводитевские катаржанцы босиком по снегу носятся, а тут... Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычный шар, особенно ласковая, теплая, потому что она мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал всю ночь. И бабушка уже не колотила меня, а в конец напуганное, перепробовавшись все свои лекарства, заплакала сама и напустилась на деда. Спишь? Дыхнешь, старый идиот. Да не сплю я, не сплю. Че делать-то? Ваню затопляй. Средь ночи? Средь ночи, кибалик, ребенок-то. И тут же бабушка закрылась руками. Да что же это за напасть-то такая? Да за что же? Это сиротиночку мой ломат, как тонкую талинку. Ты долго кряхтить будешь, толстодом? Чего ищешь? Вчерашний день ищешь? Вот твои рукавицы, вон твоя шапка. Утром бабушка унесла меня в баню, сам я идти уже не буду. Долго растирала мои ноги. Бабушка забарила березовым веником. Грела их над паром от каленых камней. Крой сляпки парила у меня всего, макая веник хлебный квас. И в заключение опять же нежитым на спирт натер. Дома бабушка дала мне ложку противной водки, настоянной на борце. И брусники моченой дала. После всего этого напоила молоко, кипяченым с маковыми головками. И я проспал до порога. Возбудился я от голосов. Санька припирался или ругался с бабушкой в пути. «Не может он, не может! Я тебя русским языком толкую!» Говорила бабушка. «Я ему рыбашечку приготовила и пастишка высушила. Упочинила. Все худо ли, бедно ли, израдила. А он слег. Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!» Настаил, Санька. «Не может, говорю!» «Постой-ка! Это ведь ты его, который женит, сманил на умалку!» Осенила бабушку. «Сманила тепереча бабушка Катерина!» Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что я все смогу, что нет для меня преград. Но подромились худые ноги, будь то не мои они были. Плюхнулся возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут. «Все равно пойду!» Кричал я на бабушку. «Давай рыбаку! Штаны давай! Все равно пойду!» «Да куда пойдешь, что? С печки на палате!» Покачал оголовой бабушкой, незаметно сделал руку и отмашку, чтобы Санька поскорее убирался. «Санька, постой! Не уходи!» Залопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала. «Ну куда пойдешь, что?» «Куда?» «Пойду!» «Давай рыбаку!» «Шапку давай!» «Вид мой повернуть должно быть Саньку выдручение!» Он помаялся, помаялся, потоптался и начал скидывать в себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядя Левонтия по случаю фотографирования. «Ладно!» Решительно сказал Санька. «Ладно!» «Еще!» «Решительно повторил он!» «Растак!» «Я тоже не пойду!» «Все!» И под обрительным взглядом бабушки Катерины последовал средний. «Не последний день на свете живем!» «Солидно заявил Санька!» И мне почудилось, настолько уж меня, сколько себя убеждал Санька. «Еще наснимаемся!» «Ништяк!» «Поедем в город и на коне, а может, и на автомобиле заснимемся!» «Правда, бабушка Катерина?» Закинул Санька удочку. «Правда, Санька, правда!» «Я сама не сойти мне с этого места!» «Сама отвезу вас в город!» «И к Волкову, к Волкову!» «Знаешь Волкова то?» «Санька Волкова не знал, и я тоже не знал!» «Самый лучший это в городе фотограф!» «Он хоть на портрет, хоть на пачкот, хоть на конец, хоть на иероплане, хоть на чем заснимет!» «А школу?» «Школу он фотографирует?» «Школу то!» «Школу!» «У него машина!» «Ну, аппарат-то не перевозной, полупривенченный!» И на его бабушке. «Вот! А ты!» «Чего я?» «Зато Волков сразу в рамку вставит!» «Рамку!» «Зачем мне твоя рамка?» «Я без рамки хочу!» «Без рамки хочешь?» «Так на! На! Отваливай!» «Коль свалишься с ходуль своих, домой не являйся!» «Бабушка покидала в меня одежонку, рубаху, пальтишку, шапку, рукавицу, катанки!» «Ступай, ступай, ступай!» «Бабушка худо тебя хочет!» «Бабушка враг тебе!» «Оно около него аспида въеном въется, а он!» «Видали?» «Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия!» «Куда я мог идти, если ноги не ходят?» «В школу я не ходил больше недели!» «Бабушка меня лечила и баловала!» «Давала мне варенье, брасницы и настряпала от ванных сушек, которые я очень любила!» «Целыми днями сидела я на лавке и сидела на улице!» «А если вы хотите узнать, чем закончилась эта история, приходите в городскую детскую библиотеку имени Коковина за сборником Виктора Астапчева «Коль сводом и пишет!» «Коль сводом и пишет!»